Я в строители пошел, пусть меня научат. 13 августа представители строительной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Стоит отметить, что многие памятные даты пришли к нам еще с советских времен, и День строителя не исключение. В сентябре 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ об установлении этого праздничного дня. С тех пор все так и осталось. О том, как свой профессиональный праздник отметили славянские строители, смотрите в следующем материале выпуска. В зале городского дома культуры собрались те, кто своими руками создает инфраструктуру нашего города и района, строит социальные объекты, дороги. За плечами этих людей годы, отданные любимой профессии и своей малой родине. С профессиональным праздником Днем строителя земляков поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Сегодня новые технологии, сегодня минуло прошлое ветра, это турбочное жилье, сегодня какие прекрасные дворцы украшают наш прекрасный славянский район. И это благодаря вам и вашим коллективам, которые трудятся на этих объектах. Позвольте мне еще раз вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго праздника. Немало социально значимых объектов, возведенных руками строителей, появилось в последние десятилетия. Современная районная поликлиника, сосудистый центр ЦРБ, новые детские сады на 160 и 320 мест в Славянске-на-Кубани. Офисы врача общей практики в хуторах Ханьков, Прикубанский и Станицы Черноярковской. А также спортивные объекты, спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Дельфин», легкоатлетический манеж «Олимпийц». Ежегодно строятся новые многоквартирные жилые дома, появляются целые микрорайоны. Наш город и район с каждым днем все больше преображаются, становятся лучше и комфортнее для жителей. И все эти положительные изменения были бы невозможны без труда строителей. Один из тех, кто всю свою жизнь занимался благоустройством своей малой родины – Сергей Агеев. Трудовую деятельность он начал около 40 лет назад каменщиком. Сегодня Сергей Владимирович – главный инженер, известный в районе строительной компании «Прибой-Плюс». Последняя наша крупная стройка, которую все знают, «Прибой-Плюс» построил. Садик за озером, вы знаете, новый садик. Последняя работа у нас еще для дома сироты, мы для района делаем, уже несколько лет работаем по этой программе. Уже наработана у нас технология, всех устраивает, все нормальненько, строим. Как строили, строим и будем строить. Строим на совесть, тепло, чтобы людям всегда было уютно, чтобы нас вспоминали всегда хорошим словом. И нашу фирму «Прибой-Плюс». На праздники принято дарить подарки. Для участников мероприятия их было подготовлено сразу два. Артисты порадовали собравшихся своими творческими выступлениями. А затем Григорий Литовко вручил ветеранам и труженикам строительных предприятий благодарственные письма от главы района, заслуженного строителя Кубани Романа Синеговского. Виноградат Дмитрий Афанасьевич. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова